Спасите наши дубы, забили тревогу жители, когда увидели, как неизвестные осыпают основание деревьев опилками с песком. Эти деревья росли здесь еще тогда, когда города на этом месте и близко видно не было. Реликтовые дубы, уцелевшие с позапрошлого века, гордость всей Самары. Вдруг ни с того ни с сего привозят опилки. И начали дубы обсыпать. Каждый дуб обсыпан этим. Я начала везде звонить, мне никто не может ответить, зачем это сделано. И мы теперь в шоке, мы не знаем, что с нашими дубами будет 100-летними. Слухи о том, что дубы хотят загубить, разошлись со скоростью света. Версии выдвигались самые разные. В опилке подмешаны личинки жуков-караедов, предполагали одни. А может быть, ядовитые для растений химикаты или просто соль. Пропадут дубы, пропадут. Обязательно все погибнут. Солью все погибнет. Не соленый, могу сказать. Не соленый, он Антон Витя наелся уже. Нет, они не соленые. Ну кто говорит лист? На деле оказалось, это только опилки и песок. Специалисты городского департамента благоустройства и экологии спешат успокоить жителей микрорайона. Это мульчирование называется процесс. Это один из простых, но эффективных агроприемов. Что это нам дает? Во-первых, это приостанавливает испарение влаги, это ослабляет процесс скачков температуры, суточной температуры. То есть, когда у нас, например, было от нуля до минус 15. Потом это предупреждает от промерзания корневой системы в зимний период, когда мало снежного покрова и очень низкие температуры. Эту полезную процедуру провели еще осенью. Тогда же дубовые рощи на улице Старозагора на время стало зеленым госпиталем. Чтобы избавить дубы от хворей, экологи департамента благоустройства провели экологическую реабилитацию 144 пациентов. Дубам назначили интенсивное лечение. Обрезали скелетные ветви, закрасили 920 ран у деревьев. Дубы покрыли изоляционным материалом. Помимо дубовой рощи, оздоравливающим процедурам подвергли и пруд, расположенный по соседству. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.